Всем привет! Все мы не раз слышали, что лучшая работа – это делать то, что вам нравится. Работа должна быть такой, чтобы вы не успевали следить за временем и наслаждались ей постоянно. Даже несмотря на различные сложности, без которых тоже порой не обойтись. Мы сделали все, чтобы найти самые интересные видеоролики о таких людях, которые с особой страстью и желанием выполняют то, что они умеют лучше всего. А вы можете оценить их по достоинству своими лайками и комментариями. Кто бы мог подумать, что смешивая в некий коктейль мел, уголь и талант, получится невероятное художественное творение, которое будет видно даже с высоты птичьего полета. Настенная фреска этого неназванного мастера поразила даже самых опытных и популярных художников. Настоящее произведение искусства можно создать даже из обыкновенной стеклянной бутылки. Главное – ваш подход к делу. Покупая очередную пару ботинок, мы порой даже не задумываемся, как много человеческого труда вложено в их создание. Меня всегда поражали люди, в приятном смысле, конечно, которые создают невероятную красоту своими собственными руками. На первый взгляд даже поверить сложно, что перед нами раскаленное до бешеной температуры железо, а не какой-нибудь другой, более податливый материал. Предупреждаю сразу, оторвать взор от этой необычной техники рисования самостоятельно будет ну уж очень трудно. Создать невероятно реалистичный декор в интерьере вы можете и сами, без помощи дизайнера. Конечно, если только постараетесь проявить весь свой креатив. Интересно, после такой ежедневной практики у мужчины рука не дергается в нерабочее время? Как думаете? Вот не зря говорят, что всё гениальное просто. Главное уметь пользоваться этим просто. У каждого мастера своя техника выполнения работ, а у некоторых она может быть крайне изобретательной. Каждый кондитер хочет сделать своё лакомство настоящим произведением искусства. И у кого-то действительно выходит задуманное. По-настоящему очумелые ручки могут создать из обычной краски эффект реального мрамора на полу. Что и не отличишь от оригинала. Профессиональный водитель мог бы смело учить людей правилам парковки. Ведь с такими навыками уж точно озолотился бы. Вам нужно сразу обслужить большую компанию? У бармена перед вами уж точно не будет проблем с поставленной задачей. Бравый квартет друзей легко бы мог составить реальную конкуренцию профессиональным спортсменам по синхрону. Работа со стеклом кажется более завораживающей, чем гипноз. Так что будьте осторожны! Интересно, сколько лет понадобилось, чтобы добиться такого высокого уровня мастерства? Кажется, лошади удалось найти даже более опытного парикмахера, чем у меня. Не спешите выкидывать ваш старый ковер. В руках настоящего профи он быстро опять станет как новенький. Огородить свою территорию за короткое время? Да не вопрос. Для некоторых работников это самая стандартная и быстро выполнимая задача. Кажется, теперь я точно знаю, что в уходе за своей машиной нет ничего не невозможного. Некоторые работы настолько увлекательно выглядят, что от их процессов просто невозможно оторвать взгляд. Ребятам хватило смекалки сделать так, чтобы и работу выполнить хорошо и не слишком переутомиться. Когда за рулем сельхозтехники оказывается настоящий профессионал, то он даже из обычного поля сделает целое произведение искусства. Мой вам совет. Если хотите немного расслабиться, то взгляните на эту бесконечную плавность движений. Даже с закрытыми глазами настоящий пицца-шеф приготовит тесто легко, быстро и качественно. Как думаете, после такого насыщенного рабочего дня бананами они еще не снятся ему по ночам? Покрасить огромный корабль задача не из простых. Но в руках хорошего мастера все возможно. Красота, созданная руками человека, становится в разы ценнее. А если она еще и создана с любовью, то цены ей вообще не сложить. Кажется, мужчина нашел идеальный способ, как поскорее закончить свою работу и отправиться домой отдыхать. Не зря в народе говорится, дело мастера боится. Работа этой сельскохозяйственной техники могла бы стать отличным вариантом для живых обоев на заставку телефона. С такими продуктивными работниками и никакие промышленные комбайны не нужны. Видео предназначено специально для тех, кто считает, что филировать рыбу – слишком долгое и скучное занятие. У овцы такое умиротворенное лицо, будто бы она точно знает, что попало в руки настоящего мастера своего дела. При помощи пескоструйной обработки ваша старая дверь за считанные минуты будет иметь вполне отреставрированный вид. Тот самый случай, когда со всей душой отдаешься собственной работе. Порождать искусство могут не только люди творческих профессий. Работники на стройплощадках порой ничем им не уступают в умениях. Любой труд можно максимально облегчить, если подходить к поставленным задачам немного нестандартным способом. Если хотите быстро и эффективно отмыть крыльцо дома, но не своими руками, теперь вы точно знаете, кого позвать на помощь. Явно резьба по дереву для этого человека уже гораздо больше, нежели простое увлечение. Этот покоритель пиццы, словно профессиональный цирковой артист, виртуозно раскручивает тесто и мастерски жонглирует им на глазах у удивленной публики. Навыки юноши в уборке столиков определенно экономят ему кучу времени. Роспись ёлочных игрушек вручную, пожалуй, будет не самым простым занятием, если у вас часто шалят нервишки. Что может быть хуже для дерева, чем машина, которая может оставить от него лишь пустое место? Если вам хочется украсить интерьер дома необычной мебелью, то мастера, работающие с эпоксидной смолой, точно воплотят все ваши самые смелые мечты в реальность. Когда ты овладел техникой шлифования до такой степени, тебе открываются безграничные возможности. Влюблённая парочка хотела удивить весь мир своей необычной техникой плетения пальмовых ветвей. Надо признать, талант у них есть, как и страсть к своему делу. Если бы люди знали, как непросто делать теннисные ракетки, возможно, они бы обращались с ними более бережно. Физический труд, каким бы он ни был, всегда вызывает уважение. Шеф-повар ресторана так браво справляется с разделыванием огурца, что его абсолютной точности позавидовали бы даже хирурги со стажем. Тот самый случай, когда любовь к изобразительному искусству в детстве переросла во что-то большее. Этот бородатый мужчина не заставил бы вас с компанией долго ждать своего заказа. Устаете справляться с картошкой, когда чистите её и нарезаете на жаркое, в суп или любые другие блюда? Да что вы! Скажите тогда ей об этом! Вообразите себе только, сколько же времени у мастера ушло на то, чтобы оформить такую стену с невероятной цветовой растяжкой. С таким скоростным мужчиной и посудомойку в дом покупать необязательно. И как только обычный кусок глины превращается в фантастически красивый шедевр. Могу предположить, что вещи в его шкафу всегда сложены идеально. И самое главное, процесс уборки не занимает много времени. Скажете, невозможно согнуть кусок довольно толстой дровесины? А есть те работники, кто уверенно поспорит с вами в данном вопросе? Создавать спортивный инвентарь – определенно дело крайне ответственное. Наверное, этот паренек хорошо знал физику в школе, раз так действенно пользуется своими знаниями на практике. Вот интересно мне, после такого монотонного дня у нее не рябит в глазах? Как думаете? Иммерсионная печать выглядит словно какое-то волшебство, особенно в руках толкового мастера. Глядя на видеоролик, у меня появилась животрепещущая надежда, что я когда-нибудь все же полюблю мыть окна в доме. Парная работа определенно выводит работников на совершенно новый уровень. Если вам кажется, что пора бы уже освежить свой прикроватный коврик или большой ковер в гостиной, то открою вам небольшой секрет. Вам не кажется? Какая разница, как именно подготавливаться к выполнению поставленных задач? Главное, чтобы быстро, эффективно, безопасно и немного креативно. Создается устойчивое впечатление, что он далеко не один год проработал в Макдональдсе. А вы тоже никогда не видели процесс производства мочалок? Интересное зрелище, должен я вам сказать. Взгляните только, на что способны ловкие руки человека. Нет, друзья, вы не на сеансе гипноза. Так выглядит создание чего-то нового. И по виду очень симпатичного. Мне кажется, этот работник в детстве мечтал стать высотным художником и циркачем одновременно. Когда в баре планируется большой банкет, работникам приходится немного попотеть. Когда долго не мог определиться, работать по специальности или заниматься творчеством. И решил совместить приятное с полезным. Настоящему профи даже инструменты какие-то особенные не нужны, чтобы идеально выполнять свою работу. Так, мастера, берите на заметку. Новый способ кирпичной кладки тут подъехал. Парадокс. Но теперь стул будет выглядеть куда более правдоподобно деревянным, чем в оригинальной версии. Командная работа всегда будет невероятно эффективна, если только кто-то один не станет халтурить. Учитесь, студенты. Вот что значит эффективная уборка. Главное только после нее вообще разогнуться в пояснице. Предупреждаю сразу. Оторваться от процесса ручной росписи этой плитки просто невозможно. Интересно, и как он дальше собирается пилить крупногабаритное бревно таким инструментом? Хотя, в любом деле важно упорство. Какие высокотехнологичные машины сейчас только не придумывают, чтобы облегчить жизнь рабочих на стройплощадках? Я слышал, что работа со стеклом увлекательна. Но даже предположить не мог, до какой степени. Если у вас есть тяга к прекрасному, то вы точно захотите держать свой сад. Да и вообще прилегающую территорию к дому в идеальном состоянии. Процесс создания фонаря может быть не менее увлекателен, чем написание картины известным художникам. С какой же любовью и трепетом мастер создал свою стеклянную рыбку? Жаль только, что не золотую. Совершенно не важно, кем именно ты работаешь. Главное – это ваши отношения к собственному труду. Скажете, ему будет нужен специальный дорожный трафарет для нанесения разметки? Нет, не думаю. Субтитры сделал DimaTorzok